мир всем всем доброго здоровья вечерок у нас такой семейный решили тут пельмешки поделать это такое традиционное занятие семейное очень давно уже не делали слава богу вот у нас в этот специальные лепщики такие отдельный против для них для нас очень хорошо когда семья большая сразу прям целый цех по производству пельменей на улице слава богу погода такая интересная сейчас большой ветер стоит у нас на алтае где-то дня три прямо мчс предупреждала ветер снег и сегодня сегодня февраль да на дворе там какое 7 8 10 даже дождь был ночью то есть ночью феврале шел дождь это вообще прям погода такие сюрпризы подносит невероятные ну то ли еще будет все изменяется непонятно а потом снег навалило много снега и все прикрыло все лужи все все а впереди говорят большие морозы давайте если рыжь раскатывай быстрее раскатывай не нужно помощник у меня помогаешь прилипает на 5 давайте поставим хотел бы вот особо отметить такой момент что мы в деревне живем понятно примене когда покупаешь ну где-то например там городские то есть вот самые лучшие пельмени это те которые ты сделал сам вот и слава богу например фарш это все от наших трудов так скажем с нашего двора тут значит что тут кознятина и свинина тесто как рецепт для наших подписчиков простой я взяла рецепт тесто для мантов одно яйцо один стакан воды две чайные ложки соли мука написано килограмм я уже смотрю какое тесто мне нужно то есть больше меньше вот я беру две порции на нашу семью ну то есть до стакана воды и так далее нам нравится нормальное тесто получается вполне то чтобы объем тесто добыл смысле до стакана что побольше да то есть я две порции беру чтобы мантов например вот получилось 80 штук двух порций в прошлый раз сейчас посмотрим сколько пельменей получится вообще вот такие мероприятия очень важны ну как бы почему семейное такое мероприятие кстати в советские времена даже где-то фотографии есть там такие ностальгические люди выставляют там стол такой дети сидят там родственники родителей я помню в нашем детстве вот мы также делали очень хорошо так посидеть за семейным столом что-то поделать порассуждать о чем-то вот значит ну вот мы люди верующие православные сегодня читали читаем ветхий завет там книгу иисуса новина порассуждали как бы да немножко вообще что-то обсудить и вообще провести время с детьми пока они вот в таком возрасте потому что время летит незаметно дети вырастут ну как бы это нормально ход вещей такой вырастут уедут выучатся там новые семьи образуют вот и все это останется потом в памяти в добрый у детей ну и у родителей как вот сидели вместе проводили вечера в том числе вот таким образом значит делая еду ну к слову сказать я говорю что уже много как бы сказано было в пользу деревенской жизни вот один из как бы очевидных плюсов да это то что хотя бы какая-то часть еды ты делаешь сам от своей так скажем земли от своего хозяйства ну как это мясо например поэтому не надо бояться и это это является большущим плюсом вообще семейной жизни еда потому что статья расходов на еду в городе в общем большой процент составляет это ваша семья четко это жилет у нас не было народу но мы так на урале какое-то время я жила года 2-3 там там были дедушки бабушки наши там не не давали потому что лепил да вот такие да и всегда было видно то есть если ты вообще не лепишь ты же не научишься но им было быстрее видать самим слепить конечно а уже когда приехала туда уже в школу пошла в новосибирске там мы лепили причем даже мой папа лепил хотя он больше вообще не притрагивался ни к чему кухону вот только когда мы лепили пельмени папа присоединялся но туда традиционно такого всех ну да наверное все таки это традицию было даже папе побороть невозможно у нас то я помню мама и семья большая то есть у нас много было и вот тоже мы вот так вот ребятишками лепили бы постоянно отдельно лепили вот такие наши эти вот инопланетяне в общем варились в отдельной кастрюле я думаю наверное здесь надо так же придется да но мама лепила вот такие прям красивенькие маленькие такие один к одному есть же такие цеха делать лепщица сидят и не знаю сейчас есть нет только но раньше было вручную там есть определенная норма у меня лепщицы работала пельменей и картошку чистила так что это слава богу слава богу за то что есть такая возможность если фарша нету но если вообще ничего нету тут и ничего не налепишь как бы но делают картошкой вкусные вареники с тыквой манты с тыквой вкусный вкус вообще прекрасно так что у кого ночью фантазию нас еще с редькой мама делала в принципе неплохо типа вареники с редькой они горькие наверно остренький у нас на просто черт утром лучок с кваском вечером квасок с лучком вот вся их ребенка это мы тут в деревне когда значит основалась наша деревня приезжали сюда точно помогали и восстанавливаться в этот пучку ели вот и не знаю как по-настоящему называется такое растение и там стебелек его так распечатать банан вот эту пучку жарили в суп добавляли у нас дедушка ну у нас гальяны были до пучки вот мы тут переквалифицировались ну решили как будет на манты рынок захватывать мантами шел там какой-нибудь третий час ночи на маму с папой лепили дети ели да не на самом деле все это не долго было себе каждый налепил а манты на потом тоже останутся у нас типа по пословице как потопаешь так и полопаешь сначала надо себе заработать как это трудящийся достоин пропитания потрудился налепился бимантов безменить и вперед горячий жуйте горячий аккуратненько не это не обжигайтесь